Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы как матери относиться к дочери если она поддерживает нетрадиционные отношения честно сказать это сочувствие крайне к такой матери можно представить ее страдание ее не скажешь брезгливость к собственной дочери но это такое опустошение такое разочарование когда пленником противоестественных блудных отношений становится твой собственное дитя которое было тебе знакомо еще совершенной чистоте и невинности во всем свете девства присущим еще ребенку а потом сознавать ее в гнусно плену противоестественных страстей в этом безобразии беззаконии богопротивного плотского противоестественного сожительства конечно это повод прежде всего для покаяния потому что хочешь не хочешь а родители педагоги воспитатели отвечают за воспитание детей в вере надежде любви в духе церковного православной православной вере поэтому если произошел такой крах а это точно крах это преддверие ада в которой поставляет себя человек пришедший к такому образу жизни то можно винить времена и нравы можно винить окружающую жизнь средства массовой информации и западных продвигателей всей этой мерзости и нашему народу но никто не освободит родителя вот ответственности связи с тем что абсолютное большинство времени по детскому отроческому возрасту и юношескому для воспитания для доброго примера для увещания для запрещения для наказания было предоставлено именно им поэтому привлекая милость божью к дочери своей надлежит самой сердечно и непрестанно ежедневно приносить господу покаяние в том что недостатки собственной христианской жизни отразились в таких результатах родительской вашей воспитательной деятельности нужно ли ее записать во враги врагом должна быть наречена ее распутная жизнь ваше решительное отторжение этого должно быть засвидетельствовано мне непонятны родительницы которые из желания мирного и благополучного собственного существования предлагают собственным детям в соседнюю комнату лучше приводить своих избранников и избранниц для естественной и противоестественной близости лишь бы знать что все это совершается рядышком что сыночек-дочечка в добром здравии что ничего уж особенно угрожающего ее жизни не произойдет и как крайность вплоть до предоставления собственного крова для беззаконного сожительства к сожалению у современных родителей бывает даже в порядке вещей они как крайность ну вот она привела парня парень живет у нас так говорит мама в маме конечно же полностью нарушены всякие ценностные соотношения и понятия добра и зла когда начнутся трагедии когда начнутся убиение в очреве нерожденных деток когда начнутся психические и телесные болезни то конечно же и мама скажет ах я в чем виновата ах за что мне это ах ей за что это и может быть при просветлении ума от богом посланного и обнаружит она свою собственную крайнюю вину в том что попускала не давая должной оценки не закрывая свои двери дома для беззаконных отношений это мама которая считала что лучше ей со спокойствием знать где и как про ее проводит свой досуг ее кровиночка и слезиночка но не отсылать на страну далече как блудного сына отец был вынужден отпустить на тогда как тот решил блудствовать помимо его отеческого дома и прекратить применил переменил свое сыновнее послушание на служение духа тьмы на служение духом тьмы и растление самого себя до тех пор пока не пришел в разум пока не обратился с покаянием и и отец оставался в своем доме при своем служении при молитвах о сыне но не прилагая активного бесполезного участия к его водворению со стороны далече и принудительного водворения в отеческий дом лишь бы знать что он в порядке гораздо важнее быть обеспокоенной душевным беспорядком человека свидетельствовать о своем отношении к беззаконию что мой дом домом блудилищем не будет и если уже выбор чада оказывается решительно за беззаконным образом жизни то это будет вне родительского дома и это иногда и вразумляет и останавливает безрассудную юность в порывах ее страстей а попустительство во многом родительское или безрассудные рекомендации что ты совсем одинокенькая хоть бы кого себе завела а то ты все у тебя никакой людей так и останешься в дурах одиноких синий чулок и эти безрассудные материнские рекомендации могли становиться иногда причинами бесчисленных зол в которых опускался человек распуская свои страсти и погружаясь в пучину плотских грехов так что кроме покаяния конечно же всегдашняя молитва и ясное обличение должно быть в устах ваших по возможности не переходя ни в крик не в физические угрозы и рукоприкладство поскольку понятно что эти средства могут только озлобить и не приносят как правило ничего полезного в душу заблудшую так что дай бог чтобы встретившись с этой бедой сохранив сами здравомыслие и верность к господу остаться добрым берегом к которому случае покаяния окончание этой буря страстей сможет вернуться пристать через покаяние заблудшая душа вашей дочери внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры создавал DimaTorzok дойстом огр embarrass субтитры создавал субтитры Braun